Пандемия в самом разгаре. Народ пилит мемчики и сидит по домам, а мы вместе с ЮНЕСКО решили сделать ролик о самых популярных мифах на тему коронавируса COVID-19. Но мифы сами себя не разрушат, так что погнали. Нулевой миф. Будем как программисты. Стопка в день спасет тебя от заражения коронавирусом. Стопка в день приведет тебя к алкоголизму, а вирусу не сделает ничего. Next. Миф номер раз. С приходом лета эпидемия пойдет на спад. Не пойдет. По последним данным, имеющимся в распоряжении Всемирной Организации Здравоохранения, вирус распространяется и на территориях с жарким и влажным климатом. Так что надеяться на то, что придет лето и исправить все, что мы уронили, не стоит. Также в интернете мы внезапно натолкнулись на миф о том, что горячая ванна убьет вирус. Скорее она просто обожжет тебе все тело, а вирусу будет по боку. Сюда же миф о том, что остановить пандемию может холод. Не может. В принципе, для опровержения достаточно просто посмотреть, какая погода была в регионах, где вирус активно распространялся. Но если по факту, то вне зависимости от внешних условий, нормальная температура тела остается одинаковой. Около 37 градусов. Хотя и надо отметить, что температура и влажность могут влиять на продолжительность жизни вируса на поверхностях. Миф номер два. Коронавирусом можно заразиться от домашних животных. Однозначного подтверждения этому нет. Сейчас зарегистрирован один единственный случай заражения собаки COVID-19 в Гонконге. Но у ВОЗ нет доказательств фактов передачи вируса от домашних питомцев. Да, есть видоспецифичный коронавирус собак и еще один у кошек. Но человеком заразиться не может. Это другие подвиды. Кстати, подтверждений того, что COVID-19 можно заразиться через продукты питания тоже нет. Главная рекомендация ВОЗ – мыть руки, овощи и фрукты тщательно. И по возможности не есть сырые или не до конца приготовленные продукты животного происхождения. Миф номер три. Тепловизоры эффективно выявляют заболевших. Ноуп. Даже если у человека нет или пока нет симптомов, он может быть уже заразным. Тепловизор определяет, есть ли лихорадка, а не тестируют на наличие вируса в организме. Это все-таки разные вещи. Кстати, болезнь может протекать и вообще без повышения температуры. Миф номер четыре. Можно набрызгаться антисептиком и наесться чеснока, и никакой коронавирус не страшен. Это неправда. Несмотря на то, что чеснок – это, конечно, вкусно, но нет никаких убедительных доказательств его эффективности против коронавируса. А что касается антисептиков, то они не помогут, если вирус уже в организме. Но обработать им руки, если нет возможности их помыть и потенциально инфицированные поверхности лишним не будет. Миф номер пять. И один из самых опасных. Надо заранее пропить антибиотики, и все будет ок. Это так не работает. Антибиотики борются с бактериальными инфекциями, а не с вирусами. Да, на фоне вирусной инфекции может развиваться бактериальная. Но начав курс слишком рано, заранее или на всякий случай, еще и без назначения врача, ты окажешь собственному организму медвежью услугу. Потому что можешь внести вклад в устойчивость бактерий к этому антибиотику на будущее. И он просто не будет работать. Слушаем врачей и не занимаемся самолечением. Ну пожалуйста. Еще один миф. Если ты не входишь в группу риска, то можно не сидеть дома, а жить обычной жизнью. Если ты не пожилой и у тебя нет хронических заболеваний, то велика вероятность, что ты переболеешь коронавирусом в легкой или даже без симптомной форме. Проблема в том, что с такой логикой ты не думаешь о других. А ведь если ты инфицирован, то можешь передать вирус другим. Тем, кто как раз находится в группе риска. Смысл самоизоляции и карантинов в том, чтобы этого не допустить. Впрочем, поберечь себя тоже совсем не лишнее. Но не надо и пускаться в другую крайность. Винить заболевших и тех, кто сидит на карантине во всех смертных грехах. Просто не контактируй и расслабься. Ходит слушок, что коронавирус это биологическое оружие против пенсионеров. Теории заговора мы комментировать не будем. Все указывает на то, что коронавирус к нам пришел от животных. Он больше чем на 80% совпадает по генотипу с коронавирусной инфекцией летучих мышей. При этом ученые пока не могут понять, кто именно был резервуаром возбудителя инфекции. Скорее всего, летучие лисицы. Кстати, ученые из калифорнийского университета в Беркли под руководством Кары Брук выяснили, почему для нас так опасны вирусы от летучих мышей. Дело в том, что их иммунитет гораздо сильнее человеческого. Инфекция запускает у летучих мышей быструю и мощную иммунную реакцию, которая с одной стороны защищает этих животных, а с другой заставляет вирусы активно размножаться и мутировать. Получается, что вирус живет в организме, не представляет для него опасности. Но все веселье начинается, когда он передается организму, у которого иммунная система не такая крутая. Например, человеку. Самое простое, что мы можем сделать, чтобы затормозить распространение коронавируса, это самоизолироваться и сидеть дома, что уже сделала вся редакция научпока. Мы хотим сказать огромное спасибо ЮНЕСКО за помощь в создании этого видео и надеемся, что через просвещение мы внесем свою лепту в борьбу с эпидемией. Сидите дома и смотрите научпок. Всем наука!